Меня зовут Машка Чалова, я архитектор. У меня есть маленькое бюро «Аврора» и еще я преподаю в марше, и сегодня я вам покажу, где я живу. Здесь всего две комнаты и кухня, но зато очень много света и воздуха, потому что много окон. Самая первая комната приходит и спальня. Здесь на туалетном столике очень много разных книжек на очень разные темы. Вот, например, эту книжку мне подарил мой друг Андрей. В общем, основной посыл, на который я сейчас поняла, что мы все время пребываем в какой-то паранойи, фрустрации и страхе, и на самом деле, когда кто-то что-то съедает, возможно, это единственное состояние, когда он чувствует себя максимально настоящим. Это мне тоже как раз муж дарил. Это нашивка из коллекции Джейка и Динса Чепменов «The Young British Artist». Вот, то есть это такой практически piece of art. Большое преимущество коридора – это то, что в нем есть окно, и это делает такую крошечную квартирку очень пространственно. Больше, мне кажется, даже. И самое главное – жилье здесь, такой шкаф. Этот шкаф как раз сделал дедушка владельца квартиры. Вот, это из ящиков, которые тоже были в МГУ. У него, например, вот так открываются полки. Очень удобно, можно достать вот любую книжку, и руки будут свободны, потому что ничего не закроется. Это книга, которую написал мой коллега по ОМА, Джеймс, и вот он мне подарил. Вот такая черненькая. Это биография Марины Абрамович. Вот, я очень люблю фотографию. Еще и забавно, тут есть такая шляпа. Традиционный вьетнамский головной убор. Видите, я большая, поэтому это не очень видно. А вьетнамцы маленькие, у них узкие плечи, поэтому она закрывает им полностью шею, чтобы когда ты работаешь, не знаю, на рисовом поле или где-то в саду, если на тебя нападает змея, она не попала тебе за швыру, потому что они скатываются по полям и, как сказать, у них нету доступа. Из одежды что-нибудь такое, из интересного, вот, например, здесь всякие шарфы. Это шарф, который сделал Гоша Рубчинский к открытию нового здания Кузнецкий мост, магазина Кузнецкий мост 20 на Столешниковом переулке. Вот с Гошей мы дружим, работаем вместе. Так же для меня это еще какая-то такая личная вещь. Архитектура – это, типа, 5% от всего, что происходит со зданием. Все остальное – это его эксплуатация и экономика. Поэтому мы такие в этом отношении. И правда, товарищи, фрустрижущие. Что тут еще из такого? Велосипед. Я езжу на нем в более-менее сухую погоду, потому что тяжело по московским улицам без ливневки. Ездить по лужам. Вот, его подарили мне мои друзья на 30-летие. Вот, хорошая вещь. Тут вот на подоконнике тоже много всяких интересных штук. Каталоги Прада, которые я привезла, когда работала в Роттердамском отделении ОМА. Там же базируется исследовательский отдел АМО, и они занимаются разными проектами для Прада. Вот, все, у меня есть ворона, которую я купила за 50 рублей в садовом отделе какого-то гипермаркета. Вот, она призвана отпугивать, видимо, птиц от ягод или что-нибудь такое. Но она выглядит довольно реалистично, и поэтому мне нечасто тут пролетают друзья на подоконниках. У меня же целая коробочка с монетами всякими государств, которых больше не существует. Либо просто всяких далеких государств. Есть еще, например, всякие царские копейки, самые редкие, на мой взгляд. Вообще-то они не редкие, когда я их искала на всяких нумизматических сайтах. Но для меня они такие знаковые. Короче, это рейхсмарки нацистской Германии. Вот, там 43-го года какого-то. Вот, а нет, это чешская. Вот, да, они прям такие со свастикой. Ужас. Тут ванна, но там нет, ну, смотреть полотенце. Косметика. Короче, ее здесь не было раньше. На ее месте была печка. Вот, потому что предполагалось, что у всех обобществленный быт коммунальный. Все ходят, моются в бане. А где сейчас кинотеатр Ролан находится, вот там должны были быть вот эти общественные бани. Вот, и, соответственно, жизнь всего по местам расставила. И уже в более поздние годы хозяева, вот, как смогли, тут организовали душевую кабину. Вот, я, конечно, немножко скучаю по ванной. Но все равно благодарна им, что не сделали даже так. Блин, очень тяжело, горячее. Все, пока.